Подготовка команды «Скайнефтяник» к началу чемпионата смогли увидеть хабаровские болельщики русского хоккея. В клубе провели открытую тренировку, на которой спортсмены сыграли товарищеский матч, раздали автографы, а фанаты смогли познакомиться с новым главным тренером команды. Репортаж Ульяна Крамаренко. В этот раз на льду за победу сражаются две команды – желтых и черных. Все спортсмены «Скайнефтяника». Товарищеский матч в качестве тренировки решили провести не только для болельщиков, но и для себя. Последнюю игру команда провела месяц назад. Тренироваться, конечно, это надоедает. Просто ты уже целый, у нас получается целый октябрь, ну там буквально несколько дней в ноябре будет, месяц без именно игры, приедать. Но мы понимаем, ради чего мы все это делаем, поэтому только это и успокаивает. Самый внимательный зритель на этой площадке – главный тренер. В этом сезоне «Скайнефтяник» будет тренировать заслуженный тренер России Александр Савченко. В Хабаровск он приехал несколько дней назад и сейчас присматривается к команде. В прошлом сезоне армейцы забрали все главные трофеи хоккея с мячом. Однако в этом году уже упустили кубок. Теперь нужно снова занять лидерские позиции. Эмоции одни, надо собрать команду и доказать, что мы на правильном пути, и мы двигаемся к тем поставленным целям, которые нам поставил руководство. Болельщик, как всегда, надейтесь, болейте за нас, а мы будем стараться, и ни одной равнодушной игры не будет у нас здесь. Забитые на товарищеской встрече мячи спортсмены подарили болельщикам. А после тренировки вышли к фанатам, чтобы сфотографироваться, раздать автографы и пообщаться. По жарким играм на льду арены Ерофей соскучились все. Мы уже поскорее ждем, когда чемпионат начнется, потому что тренировки, тренировки, и игры – это и с игры. Кто станет первым соперником в регулярном чемпионате и где Сканифтяник сыграет дебютный матч сезона, пока остается тайной. Календарь игры еще не опубликован. Сезон стартует уже 6 ноября. Ульяна Крамаренко, телеканал «Губерния».